Новости на Дону Регионы Республики Беларусь являются давними и важными партнерами. Новый этап отношений начали в 2012 году, когда в Ростове открылось отделение посольства Республики Беларусь в России. Благодаря этому работа активизировалась по всем направлениям, а положительные динамики взаимоотношений свидетельствуют ежегодный рост товарооборота между Ростовской областью и Республикой. По итогам 2017-го он превысил 267 миллионов долларов США. У «Золотой осени» сегодня день новых договоренностей и награждений. На главном агрофоруме страны отмечены Донские. Агроном, механизатор, два журналиста и десятки фермерских хозяйств. Информацию о ходе выставки мы получаем от работающей на ВДНХ съемочной группы телеканала «Дон-24». Переговоров и предварительных соглашений в официальной программе «Золотой осени» во второй день нет, но общение участников и гостей началось с самого утра. Последующие инвестиции в экономику региона – важнейший результат участия во Всероссийской выставке, отмечает первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. Мы буквально накануне вчера провели ряд переговоров с потенциальными инвесторами. Это и строительство теплицы, это и молочные фермы, это логистические центры. И довольно-таки серьезный портфель предварительной договоренности имеется для инвестирования в Ростовскую область. Мы уверены, что эти инвестиции придут. Пока агробизнес рассматривал новые возможности, в соседнем павильоне всежелающие смогли рассмотреть гордость донского животноводства. Быка маркиза калмыцкой породы привезли из Пещенокопского района. Животноводческую честь региона защищали также племенные мереносы и элитные жеребцы. Золотая осень – это еще и золотой урожай медалей лучшим друженикам села. Дмитрий Медведев вручил свидетельство о присвоении звания заслуженный работник сельского хозяйства России агроному Лидия Новиченко из Мясниковского района, а механизатора Владимира Линника из Сальского района наградил орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Скоро у всех аграриях профессиональный праздник. Я сердечно вас с этим поздравляю. И хочу сказать огромное спасибо, поскольку в каждом успехе нашего сельского хозяйства есть и ваша заслуга. Мы вместе добились впечатляющих результатов, которые на самом деле, можно сказать, выдающиеся. Это продовольственная безопасность страны, это стабильно высокие урожаи, более 100 миллионов тонн зерна уже пять лет подряд. Памятные медали уже получили 29 фермерских хозяйств Ростовской области. Их достижения отметили на уровне Министерства сельского хозяйства. Заместитель председателя ЗАГС Собрания Ростовской области Вячеслав Василенко рассказал, чего достигли аграрии. Этот год нас, безусловно, радует. Уже более 10 миллионов тонн зерна получено в текущем году. Сейчас уже почти 1 миллион тонн подсолнечника посеяно. 2 миллиона 400 тысяч гектаров уже зимы культур. В общем-то, крестьяне достойно себя чувствуют и в экономике текущего года. Среди награжденных и донские журналисты Алексей Найденов из редакции газеты «Пик» и Татьяна Понеделкова из Миллеровской районной газеты стали победителями всероссийского конкурса СМИ, пишущих по сельской тематике. Выставка будет работать до 13 октября. Делегация Ростовской области в составе 120 человек, большинство из которых работники сельхозпредприятий, принимают активное участие в деловой и культурной программе и обязательно побывают в Кремле на эстрадном концерте, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В продолжении темы. Донской агропромышленный комплекс получит миллиард рублей господдержки. Средства на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе поступят из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно этому документу, всего из госказны региональным бюджетом выделено 26,5 миллиардов рублей. Субсидии распределены среди 77 субъектов федерации. Больше всего почти 4,5 миллиарда получит Брянская область, более 3 миллиардов досталось Татарстану, 2 миллиарда получит Белгородская область, Ставропольский край и Липецкая область получили так же, как Ростовская, чуть больше миллиарда рублей. Научно-популярный фестиваль Science Art Weekend стартует в Ростове 12 октября. Мероприятие при поддержке Росатома организовал Центр по атомной энергии. Тема – наука на грани искусства. Организаторы хотят показать, что наука может идти рука об руку с искусством. Мероприятия будут проходить на разных площадках – от Донской государственной публичной библиотеки до креативного кластера. Лекции, научно-популярные шоу и многое другое будут проводить приглашенные деятели искусства и науки, рассказывает руководитель информационного центра по атомной энергии Алексей Боровик. Пройдет Science Drama – это спектакль. Там наряду с профессиональными актерами будут участвовать и любители, ученые. В кинозале Донской публичной библиотеки пройдет концерт термин «Вокса» с роялем. Внук изобретателя этого электронного инструмента будет рассказывать о прошлом и современном состоянии дел в этом направлении музыки и будет, собственно говоря, играть музыкальные произведения. Целевая аудитория 16+, но посетить фестиваль могут все желающие, все мероприятия бесплатны. Завершится праздник науки и искусства 14 октября. Венера Сандро Боттичелли появилась на фасаде доходного дома Дмитриева в Ростове. Фрагмент картины эпохи Возрождения рисует молодая художница. Украшать потрепанные фасады старинных зданий Лидия Железняк решила вместе с владельцами одной из местных кофейн, где сейчас находится выставка ее работ. Идею одобрили и местные власти. Администрация влюбилась в то, что мы делаем, и в наш проект она сказала, давайте будем делать, будем Ростов украшать. А я очень люблю классику, и это классические картины в 8-м году. Это уже третья работа Лидии Железняк на фасаде дома. Две другие расположены выше по Кировскому проспекту. Их можно найти на стенах домов между улицами Суворова и Пушкинской. Изначально художница привлекла возможность рисовать на улицах города. Моя идея это в том, чтобы рисовать на улице, а их идея еще и совместита с полезным. То есть мы выбираем такие места, которые там график, закрашены, то есть мы такое все, не очень в хорошем состоянии, и мы это просто облагораживаем вот таким способом. Что-то будет сыпаться, но это даже может быть как-то, не знаю, интересная фактура такая в духе Италии. Картины в центре города Лидия будет рисовать до наступления холодов. В планах завершить не менее 10 работ. Это были новости ФМ на Дону. Телефон редакции 200 ровно 0849. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. С вами была Наталья Тарасова. И о погоде. Категория 12+. По информации гидромедцентра Ростовской области, в Ростове ночью переменная облачность без осадков на термометре от плюс 10 до плюс 8 градусов. В Таганруге и Азове от плюс 12 до плюс 10, в Сальске и Целине плюс 13, плюс 11. В Чертково и Миллерво от плюс 5 до плюс 3, а в Вешенской, Обливской и Морозовске от плюс 4 до плюс 2 градусов. Также без осадков ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду. И о маленькой погоде в хуторе Рубашкин, что в Мартыновском районе Ростовской области, ночью ясно и без осадков на термометре от плюс 11 до плюс 8 градусов. Ветер северо-восточный 3,5 метра в секунду.